Всем привет! Всем огромный привет! Сегодня продолжение видео покупок из магазина ЮниКло, который я вам показывала уже примерки. Я показывала в магазине, в примерочной, и обещала вам показать, что я купила. Ну, вы сами догадываетесь уже, наверное, глядя на меня. Но и не трудно было догадаться, потому что я признавалась любви этому плачу еще в примерочной. Поэтому я думаю, что вы уже знаете, вы уже поняли, что я его купила. Я там в комментариях многим девочкам написала, что я купила. Но если вы комментарии не читаете, если вы новенький у меня на канале, то я вам сейчас все расскажу и покажу. И я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, поставьте мне лайк, если вам понравится то, что я делаю, понравится мое видео. И давайте уже перейдем к покупкам. Ну, во-первых, да, вот это вот платье, которое я купила, которое я примеряла, оно стоило 50 долларов. Это платье коллаборации ЮниКло и Моримэко. И я, конечно, не устояла. Я его купила, несмотря на то, что оно было не на распродаже, полная цена. Но я считаю, что 50 долларов для такого платья это недорого, потому что оно очень необычное, такая расцветка и крой, который очень хорошо сидел на мне. Я еще потом встала, но покажу вам, может быть, с пиджаком, примере, который я купила, который, кстати, очень хорошо сочетается. Сейчас покажу все. Ну, вы видели тоже этот пиджак. Вы знаете, как я люблю все покупать на распродаже, но тут я уже как бы не удержалась. Тем более, что этих платьев нету ни на веб-сайте. В магазине оно осталось одно и последнее. Это был размер смол. И он мне, в общем-то, подошел. Мидиум мне был великоват. Другое платье я примеряла. Если вы не видели мой этот влог, обязательно посмотрите его. Не пожалеть. Из тех вещей, которые я примеряла примерочно, я купила это платье. Я купила желтое, золотистое платье. Я его тоже вам померю с широким поясом, с какими-то бушами, которые... Ну, в общем, сделаю вам несколько образов с ним. Я купила пиджак. Вот этот вот самый, который я примеряла. И мне написали все, что он очень красивый, как костюм с брюками, который... Брюки я не купила, потому что они были смол, и они мне маленькие. И я хочу сказать, что вот виникло... Интересное дело, платье, пиджаки... Я покупаю... Могу покупать размер смол. Вот это платье я тоже его купила в размере смола. Оно довольно так свободно на мне. Юбки и брюки смол мне маленький. Мне нужно медиум. Поэтому я эти брюки не купила, потому что они мне малы, неудобно мне в них было, они мне жали. Но я их нашла на веб-сайте и сказала... Заказала размер медиум, так что скоро у меня будет костюм. А теперь давайте я вам покажу то, что я вам не показывала в моем влоге. Почему? Потому что после того, как я вот это все примерила, я уже шла на кассу, шла на выход, и тут каким-то образом глаз мы зацепился за вешалку, которую я не заметила, когда я бродила по магазину, и я нашла там очень интересные вещи. Сейчас я вам покажу. Итак, это две вещи. Коллаборация Uniclo с Jill Sander. Это вещи, которые обозначены вот этим вот значком плюс G. Вещи не дешевые в Uniclo. Вы знаете, если вы следите за Uniclo и знаете их коллаборации, и что они делают, то это, в общем-то, вещь довольно из дорогой коллекции, потому что Jill Sander, в принципе, это дорогой дизайнер. Вот, уходя уже из магазина, я наткнулась на вот такое вот платье. Я сейчас попытаюсь вам его так показать, потому что очень отсвечивает на этом белом цвете. Оно не белое, оно кремового цвета. Сделано оно из 84% хлопок и 14% лен. 16% лен. Ну да, 84, 100%, 84, 16. 16% лен. Стоило оно 80 долларов, когда оно было не на сейле, и сейчас оно на сейле за 40. И это размер медиум. И оно очень красиво смотрится. Я его вам померю, и вы увидите, как красиво оно выглядит на на мне. И на самом деле, оно очень интересно сделано, очень аккуратно, очень хорошо, очень красиво, потому что это, еще раз повторюсь, коллаборация с Jill Sander, и все швы просто прекрасные, вся отделка замечательная. Платье выглядит очень дорого, очень по-фасонному, по-дизайнерски, никогда не скажу, что это платье Юникло. Оно было единственное, последнее, вот так висело тихонечко в уголочке, я его даже сначала не заметила, но от моего глаза охотника ничего не укроется, поэтому я его все-таки нашла. И еще одну вещь, той же коллаборации Jill Sander и Юникло, это такая белая блуза, она довольно длинная, в общем-то, можно даже сказать, что и платье, ну, конечно, вряд ли его можно носить как платье, очень интересно сделан вот так вот воротничок, оно, знаете, напоминает как какая-то фраг с манишкой или вот что-то манишка от фрага вот здесь, вот видите, оно так прострочено, и здесь такой вот воротничок вот такой вот чуть-чуть отложной, почему-то он, кстати, не откладывается у меня, как-то стоит тыбом, я не знаю, может быть, его надо как-то загладить, но вот во всяком случае сейчас вот в такой вот ситуации, красивые манжеты, красивые рукава, стопроцентный хлопок, кипельно-белого цвета, очень красивая вещь, такая нарядная, я бы даже сказала, и очень элегантная, цена, самое главное, вы сейчас просто обалдеете, значит, стоила она 60 долларов до уценки, и я ее купила за 12.90, и это размер смол, но она довольно-таки большая, объемная, так что мне она хороша. Что я еще нашла в магазине Никло, уходя уже из магазина, идя по дороге на Кацу, я нашла еще несколько вещей, которые не заметила, когда снимала, и это вещи из серии, вы знаете, что у них есть вот такая вот линейка, Эризм, я, кстати, ношу их маски, именно вот эти вот, маски именно этой серии, у меня есть видео на канале, я их когда-то советовала, рекомендовала, это маски, которые, единственные маски, в которых я не задыхаюсь, то есть я в этих масках могу ходить, выйдя из помещения, где у нас не нужно надевать маски, я могу даже забыть про то, что у меня на лице маска, еще пройти какое-то время по улице, потом вспоминаю, что у меня маска на лице, а когда я ходила в других масках, я сдирала ее с себя, как только я выходила из помещения, потому что дышать вообще было невозможно, а вот в масках этих Юникло, вот этой их линейки, Эризм, я могу дышать, и это, в общем-то, в принципе, ну как бы показатель того, что это действительно вещи, которые, в них не жарко, в них можно дышать, хоть это из синтетиков, они делают эту линейку для занятости спортом, у них есть спортивная одежда, есть просто одежда, этой линейки белье, я действительно считаю, что это хорошая, хорошая вещь, хорошая линейка, я поэтому, проходя мимо полки, где была распродажа, увидела вот такие вот мешочки, коробочки, мешочки, я знаю, что у них есть вот эти вот майки на бретельках, такие вот, знаете, как нижние, в принципе, ее можно использовать как домашнюю, как нижнюю, как маечку, топик под пиджак, или под какое-то платье, в котором есть большой вырез, и они стоили 15 долларов, а сейчас они на селе по 4,90, то есть меньше, чем 5 долларов стоит вот такая вот красота и тревесть, было очень мало размеров, я купила то, что я нашла, значит, размера medium не было, я взяла размер large, о чем я не жалею, потому что я ее примеряла, и она действительно, она такая узенькая, что мне, в принципе, вот размер large, совершенно явно себя прекрасно чувствую, значит, я взяла вот такого вот модного, примодного лавандового цвета, я взяла ее модного примодного ментолового цвета, я уже ее открыла, я вам сейчас ее покажу, я тоже, наверное, их примерю вам, чтобы, ой, она вывернута на левую сторону, сейчас я ее правильно выверну, вот такая вот она, просто на бретельках, мне очень нравится в ней то, что ее можно, вы знаете, вот такие вещи можно носить задом наперед, то есть я к чему говорю, вот такой вот здесь вырез мысиком, в принципе, если ее перевернуть, а она зад и перед у нее ничем не отличается, если вы хотите вырез повыше, вы можете надеть ее вот этой стороной, я тоже потом покажу, и что хорошо, что у нее здесь нету абсолютно никаких вот этих вот бирок, этикеток, миллиона бумажек каких-то прилепленных, которые мешают, которые я, как правило, обрезаю, которые ужасно, в общем, чешутся и царапают вашу спину, а здесь просто вот напечатано как бы вот это вот эризом, и все, и это в принципе даже не видно, то есть если вы вот так вот наденете эту маечку, то не видно, что здесь написан бренд, написана эта линейка, вот это я взяла, это обе в размере large, и взяла такую же точно серого такого цвета, просто такого перламутра серого цвета, тоже размер large, потому что я считаю, что такой цвет вообще универсальный ко всему подойдет, и взяла я еще одну, которая такая вот с рукавом, размер medium был, я ее не примеряла, и сейчас я смотрю, что она может быть была не на распродаже, а за полную цену, наверное я ошиблась, потому что мне казалось, что вот эти вот с рукавом, они тоже немножко дороже, они были не по 5 долларов, а по 7 или по 9, и ну были и за полную цену, возможно я перепутала и взяла за полную цену, я сейчас проверю по чеку, она стоит 15 долларов, дело даже не в этом, просто я не хочу вас вводить в заблуждение, и говорить, что они на распродаже, если они нет, сейчас секунду, я проверю, сколько она стоила, по всякому случаю, на мешке нет отметки, что это распродажа, все-таки правильно, она стоила 10 долларов, 9.90, то есть то, что здесь нет отметки, но она действительно на распродаже, и это размер medium, и она вот просто такая обычная черная с рукавом, я тоже померю, я еще не примеряла, вы видите, она еще закрыта, запакована в мешке, мне будет интересно, может быть даже мне размер medium будет маловато, но они как бы, вот эти вещи, они не должны быть оверсайз, они должны быть облегающие, такие, знаете, как вторая кожа, которую вы просто надеваете, как что-то нижнее, или под пиджак, под жакет, под кофту, под какое-то платье, чтобы немножко там прикрыть вырез большой, например, все, давайте будем примерять, я вам буду показывать, не могла отказать себе в удовольствие еще раз продемонстрировать вам это платье, у меня есть подходящего цвета босоножки, подходящие вот эти вот оранжевые цветы на нем, по-моему, выглядит симпатично, очень, вот это вот выглядит вместе, еще я подумала, что вот этот пиджак, вот этот пиджак, я вполне могу носить с этим платьем, как вы думаете, дело в том, что не всегда, не всегда короткий рукав, как бы, можно носить, потому что нельзя, потому что, допустим, в помещении кондиционера очень холодно бывает, и хочется что-то надеть сверху, чем-то прикрыться, и вот этот пиджак, в принципе, он по цвету довольно хорошо сочетается с вот этими вот, с оранжевыми цветами на платье, потому что пиджак такой, и кирпичный, и оранжевые цветы, и в общем-то, по-моему, вполне можно, можно их носить вместе, ну, может это не идеальный вариант, но во всяком случае, вполне себе ничего, я вам хочу сказать, что я уже это платье носила, я его надевала, и получила миллион, миллион комплиментов, все меня спрашивали, где я купила такое платье, где вообще в Канаде возможно купить такое платье, за фасон, за расцветку, за карманы, в общем, меня все ужасно хвалили, чему я очень рада, конечно, и когда я говорила, что это магазин Uniclo, мне многие, ну, не то, что не верили, переспрашивали, потому что у всех понятий магазин Uniclo, это очень-очень простая базовая одежда, очень такая, минималистичные базовые фасоны и цвета, и расцветки, и для людей магазин Uniclo, люди в магазине Uniclo ходят за базовыми футболками, белыми или черными, например, или базовые свитера однотонные, или какие-то такие вещи вот для дома, пижамы, там, что-то такое, для спорта. Очень многие люди не знают, что магазин Uniclo делает коллаборации с такими брендами, как Marimaco, с такими брендами, как Jill Sander, и JW Anderson, и многими другими, и Nesda Wolf Rizange, и для людей это вообще был большой сюрприз. Вообще я вам хочу сказать, что магазин Uniclo в Канаде не очень разрекламирован, и очень многие здесь мало знакомы с этим магазином, он вообще открылся у нас недавно, он открылся у нас года 4-5 назад, наверное, до этого вообще не было, в Штатах был давно, а вот у нас нет. Поэтому люди как бы не очень хорошо его знают, вот все знают Zara, Echinema, Massimo Dutti, а вот Uniclo, это какая-то такая немножко ящик Пандоры, и Uniclo как-то себя, знаете, вот не очень рекламирует у нас, и то, что я вижу рекламу Uniclo, обычно это какая-то, знаете, вещи, которые, ну вот абсолютно не, ну никакие, однотонные, базовые вещи, которые вот именно такая вот самая такая минималистичная база. И когда я говорю, что это платье из магазина Uniclo, все вот такие вот делают в глаза, и говорят, ну может быть, это неправда, там не бывает таких очень, ну это же неправда, они говорят, ну мы не знали, что в магазине Uniclo можно купить вот такие вот вещи. Я считаю, что это жалко и напрасно, магазины Uniclo очень много теряют на этом, потому что вот, ну, да, не важно, пусть это будет их проблема, а не моя, но тем не менее, вот рассказываю вам, и действительно, как бы люди, люди удивляются, я им, может сказать, открываю глаза, рекламирую, магазин Uniclo совершенно бесплатно, деньги от магазина Uniclo, к сожалению, не получаю, хотя могла бы уже, наверное, сколько я видео сняла про этот магазин, вы могли бы мне немножечко заплатить за рекламу. Про это платье с девушками в комментариях, обсудившим, мы решили, что оно очень хорошо будет выглядеть с широким поясом, что да, правда, вот я его решила примерить широким поясом, и мне действительно кажется, что это будет очень красиво, то есть, ну вот, красиво, правда, очень мне нравится, и еще одна моя прекрасная зрительница, замечательная, которая дает мне всегда самые-самые замечательные советы, Оля из Вены, она мне посоветовала надеть бирюзу с этим желтым цветом, сейчас я примерю с бирюзовыми бусами, и мы посмотрим, как это выглядит, я думаю, что будет очень красиво, я вот примерила, я не знаю, наверное, от окна светит, не знаю, хорошо ли видно, ну вот, с бирюзовой ниткой, по-моему, действительно очень красиво, этот цвет с голубой, с бирюзой, и действительно хорошо, еще я решила, что я могу померить его это платье с коралловыми бусами, красными, еще лучше вообще все вместе, и коралл, и бирюза, и все мы намешаем, и будет замечательно, сейчас вот я подойду поближе, чтобы вам было лучше видно, вообще я очень люблю сочетание коралл с бирюзой, это разные бусы, значит, красные, это отдельные, вот эти три нитки бирюзы, и вот это вот коралл, и мне кажется, что очень красиво это выглядит вместе, особенно потому, что это платье, как бы оно, ну, такой нейтральный цвет, такой желто-золотистый, но он такой не ярко-желтый, а в принципе, такой в меру умеренный, поэтому мне кажется, что вот так вот очень красиво, действительно очень красиво, ну, и переходим к тому, что вы не видели в примерочной, это платье коллаборации Никло и Джилл Сандер, хлопок с катоном, нет, что я сказала, хлопок с альном, хлопок с альном, хлопок с альном, это одно и то же, хлопок с альном, я, наверное, на фоне белой тумбочки меня плохо видно, но я надеюсь, что вам видно, потрясающее платье, серьезно, очень мне нравится, очень хорошо сделано, прекрасно сшито, оно довольно плотное такое, тяжелое, но состав натуральный, леный хлопок, поэтому я надеюсь, что в нем не будет жарко, немножко такой спущенный рукав, здесь есть пуговицы, я оставила на себе вот эти свои манисты, почему бы и да, что называется, платье такой базового цвета, немножко цветовой, так сказать, цветовой добавки не помешает ему, вот так оно сделано сверху, вот такой вот немножко заниженный рукав, воротник, здесь скрытые пуговицы, скрытая планка, очень, кстати, хорошо сделано, здесь вот такая вот идет, как будто бы тесьма пришита, широкий пояс, который можно завязывать, как хотите, причем пояс такой двойной, видите, вот он вроде бы пояс, а вроде бы он вот такой, может быть, вот таким большим, ну и карманы, конечно, очень оно выглядит симпатично, и очень оно выглядит, я бы сказала, дорого, я бы сказала, что оно выглядит, как дизайнерское платье, и то сказать, что оно стоило 80 долларов, сейчас оно стоило 40, я купила его за 40, и тоже я считаю, что оно стоит каждую копейку, из этих 40 долларов, и вот эта вот самая туника, тоже из коллаборации, с Джилл Сандер, посмотрите, я вам хочу показать, какой здесь воротник интересный, то есть вот он так сшит, что вот он, вот такие вот кончики, я не знаю, как это, как будто бы, знаете, рубашка для фрака, вот здесь вот, если ее застегнуть, то можно надеть бабочку, такая мужская, немножко мужской вариант, но в принципе, женский, конечно же, это очень интересный воротник, но если его не застегивать, то выглядит это вот так, значит, я надела его сейчас без ничего, это такая туника, у него есть карманы, кто посмелее, может носить его, как платье, опять же, почему бы и да, что называется, но оно, конечно, немножко коротковато, но я вам хочу сказать, что у меня есть платье и покороче, чем эта рубашка, я их тоже ношу, так что, в принципе, ничего такого критичного в этом нету, я, кстати, должна посмотреть на этикетке, и там должно быть написано это платье, или это топ, или это туника, или это рубаха, в принципе, оно не такое уж сильно, прям короткое, да, но с другой стороны, можно носить ее с брюками, как тонику, как верхнюю какую-то тонику на, на леггинсы, на кожаные брюки, на джинсы, на все, что угодно, сейчас я посмотрю, что написано в описании, я, наверное, сейчас вам примерим, может быть, с джинсами ее, чтобы вы поняли, как это выглядит, с джинсами, собственно, и понятно, ну вот наденьте, джинсы подойдут, и все, что тут, ну вот такая вот интересная вещица, интересно сделана, видите, здесь у нее какой-то вот такой вот, ну вот такой вот по манеру, знаете, рубахи, рубашки под фрак для мужчины под бабочку, вот такого вот, какого-то, такое у меня вызывает ассоциация эта вещь, вариант с кожаными брюками, ну, прочитала я дескрипшн на этикетке, это называется длинная, длинная рубашка, женская длинная рубашка, то есть, как бы я надела ее как платье сначала, но, я не клонивела ввиду, что это платье, но я подумала, почему бы нет, почему бы не попробовать, ну вот с кожаными брюками, она выглядит действительно как длинная такая рубаха, белая, классический вариант, с черными кожаными брюками, у нас лето, у нас жарко, я сейчас под этими брюками запрею, они не настоящей кожей, мне, конечно, мне будет очень жарко, но я недолго перед вами покручусь в них и быстренько сниму, но просто мне кажется, что это неплохое сочетание с чем-то, или, может быть, можно это надеть со скини джинсами, потому что мне кажется, что вот такой вот верх, низ должен быть узенький, типа вот какой-то скини джинсы, или вот такие вот узкие кожаные брюки, или узкие леггинсы, по-моему, самый-самый лучший вариант, вот именно вот в таком вот комплекте. Я вот хотела вам еще продемонстрировать этот топик, я купила таких три, повторюсь, за 5 долларов, вот такой вот цвета ментолового, лавандовый и серый, который подойдет абсолютно ко всему. Это размер large, и я вам хочу сказать, что он как бы не очень сильно меня облегает, что, в общем-то, мне нравится, потому что я бы не хотела, чтобы он прямо меня стягивал, стягивал. У меня еще есть черная такая же маечка с коротким руком, которую я тоже примерила, она была размер medium, я взяла ради интереса посмотреть разницу. Понимаете, я вот не предполагаю так это носить, я предполагаю это носить как именно какая-то нижняя, нижний слой под, например, пиджаком. Когда на вас надет пиджак, и вам нужно надеть что-то вниз такое, чтобы оно было не очень, чтобы вам было не жарко, чтобы вас не давило, не смущало, не создавало вам никаких неудобств, я думаю, что вот этот вот вариант, вот таких вот, сейчас я подойду поближе, меня немножко отсвечивает солнце. Ой, как-то мне так стать, чтобы вы меня видели. Так, чуть-чуть повыше я подниму. Все равно отсвечивает, ну вы поняли меня, значит, это вот такой вот вариант, такой легкой, совершенно как такая бельевая маечка, которая в принципе, ну вот просто как нижний слой. И она очень легкая, она прям дышит-дышит, на самом деле. И вот под какой-то пиджак с брючками, по-моему, вполне-вполне неплохо. Во всяком случае, мне в этом удобно, я себя чувствую хорошо. Значит, я купила такой, я купила еще ментоловый цвет, я купила вот такой вот просто серый цвет. И вот это тоже очень красивый лавандовый, правда же? И сейчас я померю еще черную, которая размер медиума, которая с рукавом. Я вам покажу. Черная выглядит вот так, она чуть-чуть поменьше, потому что это медиум, мне даже это больше нравится, она тоже не очень облегает, ну, как бы в меру, но она, та немножко так великовата, но я вам скажу, что тех не было размеров, были, остались стоят кулаш, я бы взяла медиум, если бы был размер, но не было, в принципе, нормально. А вот это вот черная, тоже как нижний, нижний слой, вот, например, с такими вот широкими объемными брюками, если вам нужно сверху что-то такое обтягивающее, и она не совсем на бретельках, у нее есть небольшой рукавчик, и ее, в принципе, можно надеть вот так просто, и можно надеть под пиджак, сейчас я вам покажу, ну, вот, как нижний слой под пиджак, с черными брюками, по-моему, очень неплохо, как раз-таки очень, очень неплохо. Еще мне нравится то, что она не жаркая, понимаете, она, в общем-то, и не ХБ, но при этом они такие, топики эти, они, в общем-то, дышат. Вот именно, именно вот этой вот линейки, Эризом, они сделаны так, что в них не жарко. Все, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики, за всем буду с вами прощаться, не обращайте внимания, здесь как бы следы моей бурной деятельности и переодеваний. Я так это в угол кровати сдвинула, чтобы было не видно, но вы себе не представляете, всегда все видео переодевалок, это страшный беспорядок, потому что нет времени на то, чтобы это все сложить сразу. То есть я, хочется поскорее заснять, пока еще есть свет, пока еще я совсем не разломазилась окончательно, пока краска с моего лица не смылась от этих всех переодеваний, сниманий, одеваний вещей. И поэтому все, что снимается, кладется куда-то в угол кровати. Там у меня в углу какой-то еще мешок стоит. В общем, прошу прощения, покорно. В общем, короче, все эти видео, они очень-очень трудоемкие, трудозатратные и просто как ваше спасибо. Мне будет очень приятно, если вы мне поставите лайк, если вы не подписаны, то подпишитесь на мой канал. И до новых встреч, до новых примеров, до новых покупок. Всего вам доброго, люблю, целую. Ваша Дита, привет из Жаркой Канады. Пока-пока.